Всех приветствую, ребята! Продолжаем наше прохождение. Итак, я думаю, что сейчас на повестке дня у нас будет пробуждение Афиниана. Не думаю, что мы его начнем за эту серию. Мы, скорее всего, просто только дойдем до туда, не близко идти. Что мы предварительно сделаем? Пойдем в замок, поговорим там со всякими встречными и поперечными. Заодно продадим то, что мы тут на подбирали. Жестокий некритический кинжал на плюс 5. Это что такое? Свиток-призыв древнего червя. Прикольно. Ну, сильно я увлекаюсь тут сейчас с разбором и на интернете. Я не буду вас сном. Продали всякую ерунду, да и хватит. Пойдем сейчас в замок. Нам чуть-чуть переодеваться нужно. Так. Писали, что я уголек дал не те сапоги. Сейчас бы вспомнить, что я ей там дал. Так. Обувь акробата, которую я снял с... Сила. Так. Ага. А другие акробатские ботинки я, скорее всего, сюда убрал, да? Это кто такие? Что-то как-то я упустил. Ну, ладно. Давайте их сюда. Так. Это они? Нет, это вот-вот они. На. Возвращаем тебе назад твои буцефалы. Эти можешь себе оставить. Так. Звериные инстинкты... Савокота. Обеспечивают бонус боевого духа к проверкам навыка внимания и знания природам. Угу. Так. Это значит... Это значит... Знания природы 12. Внимание и природа тоже они. А это магия. У меня уже есть дракончик. Ну, на ты чё даёшь? Знание мир, знание магия, знание религия. Так. Такого я дам... Ага. У тебя тут... А нет, у тебя есть. На, держи. Этого на тебе. Так. Эту зубочистку сюда уберём. Всё. У меня нет никаких внезапных... ещё других штук. Баклера на плюс 4. Можно пробовать его потом. Куча, куча всего всякого. Накопилось всё. Снова инвентарь лагает. Так. Это мы сделали. Дальше что? Писали, что Тревору не те очки какие-то дал. Давайте посмотрим, что там у Тревора за не те самые очки. Так. Так. М-м-м-м. Вот эти, ему говорят, надо дать. Ну, окей. Ладно, я и не против. А у нас что, за очки на главном герое? Ну, оставимся в них тогда. Так. Это мы сделали. И что, действительно, никто со мной здесь встретиться не хочет. Что даже как-то удивительно. Ну, мы тогда сейчас пойдём на полянку нашу командорскую. Там подремаем. Нет, приказов никаких нету, актуальных. Никто с нами не хочет встретиться даже. Армия у нас здесь стоит. Стопа, где она? А, вот он, где и ноль ходов, конечно же, да. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Всё у нас в целом всё равно под контролем. Идём тогда на полянку. Идём. Продолжение следует... Нет, так и нельзя. Тогда бегом туда. Идите. Так, ну и следующим квестом, получается, мы пойдем с Ланом уже тусить. Да, то есть, очевидно, мы сейчас где-то... Я думаю, возьмем уровень. Но если нам повезет, прям совсем каплю нужно. Продолжение Афиана. Потом последний шанс. Надо будет все шмотки с... С нее перекинуть. Ну, то бишь, это получается шлемочки, плащ, кольца, наручи. Сапоги, перчатки, пояс. Может быть, еще и вот это. Не знаю, надо подумать. У него там есть какой-то амулет? Ну, у него тоже неплохой амулет, в принципе. Ему его можно оставить. Шесть ловкостей и крит. А у него просто на шесть ловкостей, да? Угу. Ну, у него прям каплю получше. Понятно. Ну, и зверениц весь, который на поясе закреплен, тоже надо не забыть передать. Давайте нажимаем. Так, ну, вроде никого не забыл. Так, ну, вроде никого не забыл. Сила все еще как дыл доходит. Так. Сейчас надо всем пэтов повключать, у кого они не включены. Эта война должна закончиться. Я даю тебе мою помощь. Шеллен ведет меня. На панели должна куча всего пропасть из-за того, что я с него тиару снимал. Нет, все на месте. Ну-ка, а в заклинаниях? Да тоже все на месте. Ничего не пропало. Ну и хорошо. Ну и прекрасно. Я покормила твою ворону. Она так скакала вокруг моей сумки с едой, будто месяц голодала. Ой, не верь, пожалуйста. Ой, не верь, пожалуйста. Сажа хитрит и притворяется голодной. Я кормил ее всего лишь полчаса назад. Хитрая Сажа. Так, наелись пылающего мороженого. Все, сила скукожилась обратно. Так, и можно заглянуть в цитадель, чтобы убедиться, что у нас заданий новых не появилось. О, однако. На лице Элана читается спокойная решимость. Командор, я рад вашему возвращению из бездны. Напомнился, да. В общем, дело такое. Сила берет быка за рога. Пока мы в бездне гуляли, ребята выяснили, где похищенные демонами души. Выяснили, где. А в данном случае не совсем верные слова. У сил жреца есть свои ограничения, особенно когда приходится применять их здесь, в мировой язве. Поисками занимался я, но все, что мне удалось узреть в видении, некое место. Скалу, похожую на надгробие, и вход в пещеру под ней. Скала находится на опушке крылатого леса. Его легко узнать. Вот уже 10 лет, как эта деревня, как эта древняя чищоба горит в негасимом огне, зажженном демонами. Я уверен, что души там. Но что именно скрывается под этой скалой, мне неведомо. Я и Элан очень настроены туда отправиться, найти души и надавать по голове всем демонам и культистам, которые попробуют нам помешать. Если ты сможешь нам помочь, было бы отлично. Вы хоть примерно представляете, что нас там ждет? Нет, но кое-какие догадки имеем. Помнишь, с чего, вернее, с кого все началось? С милейшего ювелира Дарака, солнечного молота и его украшений. Мы собирали информацию про него и считаем, что он из культистов Бафомета. Их методы, их магия, их умение втираться в доверие и бить из-под тишкам. Все это наш друг-ювелир в полной мере продемонстрировал. Раз культист похитил души и держит их где-то в язве, надо думать, что там еще одно их тайное логово. А что с телами тех, чьи души похищены? Мы собирались вывезти их в Кенебрис, когда королева эвакуировала город, но не смогли. Слишком опасно было везти их в таком состоянии, особенно когда по дорогам рыщут целые армии демонов. А усилия жрецов нужны для поддержания жизни и здоровья несчастных. Потому мы остались в Дризене. Смелые друзья Элана защищали тела и лечебницу в ваше отсутствие. Почти все получили тяжелые ранения, но справились с задачей. Ну окей. Элан кивает. Я отправляюсь сюда немедленно, займу пост невдалеке и попробую понаблюдать за этой пещерой и окрестностями. Дождусь вас и расскажу, удалось ли узнать. Сердечно благодарю за помощь, командор. Ну а я вернусь к обязанностям жрицы. В Дризене для меня всегда есть работа. Ох, как мне не терпится поточить меч оккультистов, которые похищают души. Но главное, конечно, спасти жертв, и мы это сделаем. Тяжесть моего клинка. Получаем квест. Спасибо тебе, командор. Я знаю, что культисты в любом случае наши враги, но просто хочу, чтобы ты знал. Я ценю, что ты мне помогаешь и что не отворачиваешься от бед простых людей, как тех, чьи души украли демоны. Ага. Так, это еще кто. Думала, ты меня видеть не захочешь. Ну, пару ласковых я тебе, конечно, скажу наедине. Сила изображает строгость. Но я правда очень рада, что ты в порядке. Лицо Яны немного светлеет. Она приводит взгляд на вас. Тогда я расскажу, зачем пришла. У меня дело, вернее, просьба. Командор. Яна делает паузу, колеблется, будто решительно, потом решительно заявляет. Я знаю обо всей истории с похищенными душами. Я пришла просить, чтобы ты позволил мне пойти с тобой и с Иилой на их поиски. Дай мне еще один шанс. Так, как ты тут вообще оказалась? Да... так... Я поняла, что вы что-то затеваете. И вот он, мой шанс искупить свою вину. Сейчас или никогда. Почему ты хочешь с нами пойти? Потому что не могу остаться в стороне. Горячо восклицает Яна. Вся эта история с нас началась. С нашей лиги вдохновляющей тележки. Потом я струсила и бросила вас. Потом вы меня спасли из дымящейся... В дымящемся шраме. Если я не помогу вам в конце, буду чувствовать, будто сама себя вычеркнула из истории, и собственной жизни. А почему я должен поверить, что ты изменилась? Ты нас один раз уже бросила в бою против демонов и дезертировала из своего ордена. Люди могут меняться. Тихо говорит Сиила. Все, что у меня есть, это мое слово. Яна твердо смотрит вам в глаза. Слово и желание смыть позор, но решать тебе. Ладно, хер с тобой. Пойдем. Правда? Но я не подведу. В этот раз мы не тележку с выпивкой спасаем, а нечто куда более важное. Но это значит, что у нас все получится. Не может не получиться. Это было быстро. Но все равно глянем на карту, чтобы удостовериться, что у нас никаких новых событий не появилось, потому что какие-то приказы уже могли закончиться. Так, ознакомление офицеров с трактатом Индара. Знаток военного ремесла Индара составила подборку тактических советов, основанных на ее наблюдениях за действиями крестоносцев. Ознакомление офицеров с этим научным трудом позволяет повысить эффективность их действий. Угу. Увеличивает максимальный размер армии на один. Офигеть. Я то есть еще могу взять всю армию. Приросты. Так. Филактерия с теванием презренного была разрушена в ходе неудавшегося ритуала становления личом. Однако частицы его духа все еще заключены в маленьком фиолетовом самоцвете, попавшем в руки командора. Волшебники могут поместить его в некий предмет или оружие, чтобы наделить его зловещими свойствами. Так. Ну в косу точно нет, а в кольцо что получится? Ага, это очередной промежуточный этап. Ясно. Стиваний презренный получил свое прозвище за совершенное им предательство. Будучи учеником великого героя крестового похода мага Закариуса, Стиваний дезертировал незадолго до битвы за утраченное святилище и погрузился в изучение запретной некромантии. Будучи арестованным инквизиторами, он высказал возмутительное утверждение, что и его учитель отважный Закариус также практиковал некромантию, направляя ее темные секреты против демонов. Вскоре после этого Стиваний бежал, убив пленивших его инквизиторов. Скрывшись, он попытался провести ритуал, который, судя по его дневникам, должен был превратить его в леча, бессмертного повелителя нежити. Нитали этого ритуала не сохранились, однако все познания в области нежизни указывают, что подобной магии не существует и существовать не может. Трагическая гибель Стивания презренного, не получившего бессмертия, но обревшего влешенного разума мертвеца послужила тому доказательством. Ну давайте кольцо че. Так, укрепление дипломатических связей. Нет, нет, нет. А вот реликвию следующую мы возьмем. Так, давайте вот это голодное месиво. Ну да, 4-5, 4-5. Вообще прекрасно. Тогда спешим за подкреплением. Так. И тут, блин, еще ячейка освободилась. Ну, вообще лепота, конечно, полная. Так. Так. Новобранцев давайте туда закинем За место щитоносцев пусть будут Эх, надеюсь вот эти заразы Не помрут быстро И хотелось бы конечно же еще их получить Так, с вами что мы делать будем? А, вы сюда шли Думаю может все-таки отправить к вам кого-нибудь Кого дофига прямо Этих 5 всего Щитоносцев вам конечно можно сунуть просто фана ради Чтобы их избивали там Но хочется какого-то более фундаментального юнита все-таки Ну тут даже вот если вот эти С одного удара дохнут Ну лучников не снесли разом вообще Так, ну давайте немножко переиграем Тут не сложный бой Ну так, на глаз Ну мы сделаем хитрее Потому что сейчас эта собака к нам телепортнется И глядишь все-таки лучников не убьет Да Не потянул Ничего себе вы даете Так, не дотягивается однако Лупи тут тогда Так, что тут там распускаешь? Ну вот, с одного удара их рубанули мне уже Так, лучше сделать вот так Его магией снести, а лучниками сходить Ну вот, с одного удара их рубанули мне уже М-да М-да Ну и добивая его Готово Так вот Бедные печененые опять все погибли С горы, на которой был разбит лагерь врага Открывается отлично вид на окрестные земли Неудивительно, что демоны решили занять эту стратегическую позицию Не тратя время Время недаром Солдаты приступили к закладке форта Который станет оком командора в этом регионе Телепорт бы вот здесь Но их надо улучшить тогда до бастиона Так, вот здесь я еще буду сражаться Поэтому Башню поставлю И все-таки мне уже не хватает энергии Поэтому Ну, лаборатория алхимика надо Уже Хотя бы одну Замок, видимо, я построю, когда это место расширять буду В общем, я почему-то развитие не могу взять Наверное, из-за того, что у меня армия сейчас развивается, да? Или командование Но мне уже надо, да Чтобы начать улучшать тут всякое Ух, прям глаза разбегаются Я полностью со всех сторон окружен демонами Ну, просто бери и бей кого хочешь Давайте ради нагрудника побьемся хотя бы Ух, что тут творится-то? Угу, ты вот этого можешь убить одним выстрелом Неплохо Ну, добивай его, чтобы он не телепортнулся к нам Штурмовики, метатели Вот от метателей бы неплохо избавиться, конечно Штурмовики до нас не добегут уж точно Офигеть, палагины что делают Вы глядите, а Ах, да? Ах! Субтитры сделал DimaTorzok Что, неужто мы без потерь сыграли? Нет, с потерями все-таки Все, все минотавры развалены Ну да, с небольшими потерями Армия яростных воинов Бафомета была втоптана в пыль крестоносцами Их вожак не мог поверить в свое поражение Даже истекая кровью, он изумленно взирал на нечестивую религию в своих руках Пленники рассказали, что эта вещь якобы была дарована ему самим Бафометом На погибель смертным Опять уровень? Хрена себе, мы вообще перестанем качаться-то Нам прям насыпают и насыпают Девать уже некуда Кстати, а куда нам надо ввести-то... Чтобы души-то спасти Где у нас эти... Где они лежат? Это куда идти? Вот я что-то не вижу Какая часть карты это? Ага, отсюда-то я и не открою Ну ладно Давайте посмотрим, что у нас есть Так Выбранный отряд не может двигаться и действовать в течение двух раундов Неплохо Так Восстанавливает здоровье Все отряды врага получают штраф к атаке и инициативе Сокрушительное отчаяние звучит очень неплохо Потому что действует вообще на всех Все, не думая, беру его Ну а здесь тупик, ничего себе Ё-моё, культисты Прям до жопы культистов А, исключительное отчаяние уже не влезло Но вот я его, наверное, здесь и заюзаю Если сейчас дела плохо пойдут Охуеть Вот это да Вот это нахуй да Вот это мне сунули Нехилый пиздюль, я бы сказал Это прям вообще не шутки Это Да, хуево туча культистов Интересное кино Так, куча говна первая ходит Баба вообще пофиг Каких мы подтянем Так что да, от воваки попытаемся В первую очередь избавиться Тем более, что он следующий ходит Так, куча говна первая ходит Опять паладинов Размотали Так, ну чё, пока стой Так, куча говна первая ходит Так, куча говна первая ходит Ну и тут мы уже просто его массой задавим Так, куча говна первая ходит Ж 학ни Так, куча говна pembra П ехали Так, а когда старea В Топии был развернут лагерь культистов, задыхающихся от ядовитых испарений. Смертные без сна и отдыха черпали ведрами подземное масло, алхимический ингредиент, способный пылать ослепительным пламенем. Они были так истощены, что не могли даже биться, а их надзиратели не смогли дать отпор крестоносцам. Покидая смертельно опасные Топии, воины забрали с собой всю добычу культистов. Так, в итоге-то... Куда мне идти, блин? Кстати, да, мы отвоевали этот регион. Один еще остался, да? Чтобы отвоевать его, нужно вот эту крепость забрать. И у нас все будет под нашим контролем, выходит, что так... Так, выход из локации. Все нужные мне люди здесь. Так, так, так... Отправиться к скале над гробью вместе с Илой. На юге мировой язвы у опушки крылатого леса. Ага, вот скала над гробием. Тут же, где у нас и армия тусуется. Так, тихо. Ни чуть-чуть было... Ни теми не пошел. Два дня идти. Дозор земелья с лагериной переправе. Это где? Ага, дозор земелья. Сможем телепортнуться. И из него уже чуть-чуть поближе. На один день. Можно было бы подраться, мы, может быть, даже уровень вкачали. Так. Хочу ли я отправить какое-нибудь небольшое подкрепление? Не знаю, кого... Ну вот всех просто прям ебейше мало. Ну, кроме щитоносцев. Щитоносцы у нас скорее как разменный материал какой-то выступают. Ну... Для прироста армии я бы их, может, и взял. А, но ими я не схожу, потому что да. Потому что да. У них ходов нет. А. Угу. Азаматы у нас подъехали. Ну вот это уже мне не нужны. Угу. 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 Давайте их тестоварми Запихнем, не то чтобы от них Дофига проку будет А потом уберем, если что Так, реликвия Ага, зачарование филактерии Успеем развить Расширение заставы до бастиона Еще одно Укрепление вертикали командования Ну, давайте Раз-другой мы ничего не можем отдать Когда записи из полночного капища Исследуют, тогда мы сможем, видимо, уже Что-нибудь развить еще из этого Так, супер Огромная скала, напоминающая по виду могильный камень Она пережила изменение ландшафта Мировой язвы И сейчас стоит перед путниками Точно так же, как стояла сто лет назад Во времена Саркориса О, тут можно еще куда-то дальше пройти Ничего себе Ну, видимо, вот сюда куда-нибудь Ну, я армия сейчас, наверное, похожу Остаток времени Я понял И вот так она соединяется Ясно Понятно Загрузимся тогда, чтобы Не терять драгоценные очки ходов Так Вот как бы мне пробиться туда Интересный вопрос Так, это где до... О, нет Вот это не где дофига культистов Это я могу победить А дофига культистов Это вот здесь Ну да, дочистить этот регион Можно потом туда сунуться О, а как? А, вот как Ну так он это Изяшный Мы уже дрались С таким стэком Поэтому Может даже так попробуем Искусственно Продлим Жизнь паладинов Которые, как правило Долго не живут Оу Тут эта заявочка На успех Интересная Ноль Аж что не так И тут ноль Так, секунду Ну, я вообще помню Что в последний раз Убивал ледяной этой бурей Сносил всех Как нифиг делать Они там Чуть не разом все легли Кучно Так что В принципе Почему бы не повторить Этот опыт Ну вот, да Сразу минус два А этого уже Кучей добьем Можно ли с них Развеять заклинания Чем они там Укреплены Ну да Что-то мы с него Развеяли Он мне сейчас Наверное Снесет Их Как нифиг делать Тут, однако, нет Что он там Ничем себе не забафал Нет, не забафал А вот Печененов На печененов Замедление наложили Снимем тогда Хотя бы с них Чтобы они Дойти могли Упс Убей его Ого Минус два Ну и луч На тебя точно Добьет Можно, кстати Было элементаря Призывать Какого-нибудь Глядишь Нам бы выпал Ледяной Он бы, я думаю Неплохо Насовывал Драконом Город Рудокопов Стоящий на Золотосносных Шахтах Уничтожен Не демонами Стая порочных Драконов Позволивших Жадности И демоническим Энергиям Развратить Свои сердца Перебили всех Смертных И сожрали их Тела Во тьме Рудников Они Возлежали На грудах Блестящей руды Пока крестоносцы Не принесли Им отомщения Ага Яст Хорошее дело Ага Вон тюрьма Неизбежности С открытым Порталом Но туда нам не надо У нас Более Насущные Дела Есть Хм-хм-хм-хм-хм Опа Ты че задумал Кироси Сейчас все дела Творятся Это че у тебя Сокрушение Хаоса Ну это я На тебя наложил Значит Пока не ходим Какие Зато мы сейчас вот этого всадника не выпустим Классик вообще просто Ну вот, а я переживал, что мы его не выпустим Хераси 160 Вот это ты дал Располнять потери экстремно Пока живем Ну и все, больше ты ничего не сделаешь, собака сутулая Проказами он тут своими раскидывает, козлина Бесноватая культистка, дольше всех остававшаяся в ногах, погубила много солдат своими подчиняющимися чарами Подчиняющими чарами Когда жрец осматривал ее труп, он обнаружил в волосах демонопоклонницы украшенную булавку, от которой исходили эманации темных сил Жуткий трофей решили поскорее отправить командору, чтобы он решил его судьбу Город Катапеша помнит злодейку Зеорис Столь же красивая, сколь и порочная Она родилась в семье благородного мага Кантира Видя дурные наклонности дочери, чародей стремился искоренить в девочке скверну при помощи очищающих ритуалов Но все его усилия были напрасны Сердце Зеорис принадлежало злу Ненавидя отца, она просила помощи у владычицы демонов Нактикулы И получила от нее дар в магическую булавку, которая позволила обольщать и подчинять других воле владельца Лишь только на нее упадет капля их крови С ее помощью Зеориса поработила Кантира и использовала его магию, чтобы нанести смерть и разрушение жителям Катапеша С каждым днем ее армия наполнялась новыми слугами, порабощенными магией булавки Зеорис упивалась своей жестокостью С улыбкой давала она детям оружие и обещала свободу, если они прольют кровь своих отцов Ее террор длился годы Зеорис приносила жертвы Нактикуль, заставляя своего отца Кантира сжигать целые поселения Не желая служить злу, сохранивший остатки своей воли маг, обманом убедил дочь исследовать заброшенный храм богини похоти и мести Калистрии Не зная, что храм проклят и соблазнившись сокровищами, Зеорис отправился туда вместе с отцом навстречу погибели Главным сокровищем храма была книга Искупления В обложке из золота, украшенной камнями, она была прекрасна Зеорис думала, что в книге записаны разрушительные заклинания, но стоило ей открыть ее, как она осознала свою ошибку Все жаровни заброшенного храма вспыхнули и на пустом листе книги поступили алые слова Книга Искупления Крови писала о злодеяниях Зеорис В тот же миг жрица закричала от невыносимой боли Любой убийца в храме становился жертвой собственных преступлений Бесконечно переживал агонию каждой из своих жертв С грохотом захлопнулись двери Магия булавки иссякла, Зеорис и Кантир оказались заперты у алтаря Обезумев от боли, жрица заколола отца, потерявший силы булавкой Затем пронзила и собственное сердце, но дух ее не освободился и после смерти Много лет искаженная агония лицо жрицы являлось другим владельцем булавки И даже когда проклятый предмет вернулся в руки Ноктикулы, алая Зеорис не исчезла навсегда Вот такая история Опять уровень? Это что такое? О, дверь в пространстве, ничего себе Выбранный отряд получает способность телепортаться на три раунда А, ну это в бою Победа над вражеской армией приносит еще очков финансов Ну, такое Численное преимущество дает бонус плюс четыре к атаке Ну, в основном над нами всегда численное преимущество Все отряды в армии получают бонус плюс шесть к защите Совершив действие глухая оборона Мм, но мы редко встаем в глухую оборону Возмер лазарета увеличен на пять процентов Все охерительно бесполезно, если честно Но лазарет точно не нужен Его домиками можно компенсировать В оборону Ну, встаем не то, чтобы редко Но если встаем, то это очень полезно Обычно всегда больше нас Ну, точнее, противников больше, чем нас То есть, даже если мы сейчас пойдем на те две тысячи культистов Нам пизда вообще сразу Нам вот это вот вообще ни туда, ни сюда Тысяча монет это, ну вот Это вообще херобора полная Вот абсолютно бесполезно Так что, либо вот это, либо вот это Ну, допустим, вот здесь Здесь их больше Здесь их больше Здесь их больше Здесь подавно Ну, короче, везде типа в разы больше Но вот здесь меня больше То есть, всего в одном месте Вот я преобладаю численным преимуществом Или лазарет взять Тоже вот опционально, конечно Скрипя душой, возьму вот это Единственное, что там Может нам хоть как-то пригодится Ну, мы еще один-два боя успеем Ну, вот тут нас вроде больше Так, на глазиках А, не, Бабау, Бабау Дофига я не заметил, что их дохера То есть, на половину маны у нас Сожрет эта штыковина От вроков надо избавиться Они там начнут кричать Накладывать Свои эти эффекты там Помутнения Ничего хорошего из этого не выйдет Ух ты, ё-моё Так, никакой гадости он при этом На меня не наложил Ну, это уже хорошо На палагине очарования Лучше сниму Так, стойте Пока здесь Вот про это я и говорил, да Так, лилиту там опасно Подкрадывается к нам Так, чемпионы Чемпионы не оглушены Ничем, да Паладинов можно спасти Давайте с паладинов снимем Они хотя бы сходят Их вот эти могут запросто срубить Хотя нет Но я один раз пыльну Чтобы все-таки Сильно их достаточно оставить Вон, три сотни мы аж снимаем Отлично Отлично От тебя избавляемся Ух ты, палы выжили Выжили, да Смешно Ну, письмо Ну, письмо Ух ты, палы выжили На сосы Был Продобрать кружим кружим охуеть 57 ну давай ой ой нормально живем вот так вот лежать под надзором под надзором злобных демонов множество смертных кузнецов похищенных отовсюду ковали оружие и броню для армии бездны благодарны за свое спасение они готовы вновь стать горном чтобы обеспечить кистоносцев лучшим вооружением 20 очков материала за это получаем и чуть-чуть не доходим ну и супер значит на этом мы с вами закончим и следующей серии уже продолжим всем спасибо за просмотр и до скорой встречи пока пока